Очевидно, что главный тренд в мире технологий сейчас это AR. Очки дополненной реальности, метавселенной, и хоть много из этого кажется маркетинговым бредом, становится очевидно, что крупнейшие компании просто мечтают занять эту нишу. Слухи про Apple Glass появляются уже несколько лет, а сам девайс ждут как главное событие 23-го года. Само руководство Apple спойлерит нам, что скоро мы не сможем представить мир без дополненной реальности. И раз так, самое время вспомнить о первых публичных AR-очках. При выходе они не просто наделали шума, а буквально взорвали все медийное пространство, я говорю про Google Glass. Полноценный компьютер в виде очков, который надевался на вашу голову. Появившись в 2013-м, они смотрелись как новая технологическая революция. Для Google это был особенный проект, очки презентовал личный Сергей Брин. Но через два года их фактически свернули. Что же не так было с революционными очками Google и ждет ли такая судьба все остальные AR-устройства в будущем, сегодня разберемся. Погнали. Но эта история не будет полной без рассказа о пионере на сим электронике Стиве Мане. Первые AR-очки он собрал еще в 70-х, а идея была в том, чтобы улучшить человеческое зрение. Ранняя версия выглядела как шлем с камерой и датчиками. Но с годами конструкция менялась, и последняя модель выглядит компактно и крайне похожа на гугловский вариант. Для Мана AR-очки не просто проект, он бредил их созданиями десятилетиями. Все прототипы он тестировал на себе и никогда не снимал. Он буквально ходил в своих очках по улицам, чем пугал окружающих и получил прозвище «Первый человек киборг». Его очки по-настоящему дополняли реальность, ведь поверх мира они рисовали графические объекты, и это за десятилетия до HoloLens и других AR-гарнитур. И что интересно, первые умные часы тоже изобрел Ман. Еще в 98-м он запатентовал так называемый VR-комп, работающий на базе Linux. Но у всех этих безумных изобретений была проблема. Стив Ман гений, но продавать свои продукты он не умел. Поэтому тема на сьме электроники многие годы оставалась в тени, пока в 12-м году на арене не появился Google. Эпатаж глазов начался с презентации. Чтобы показать наличие в ней камеры, Сергей Брин, один из основателей Google, прыгнул в них из самолета и приземлился на здание, где шла презентация. Весь прыжок транслировался в зал с помощью очков, а под конец Брин въехал на велике на сцену. И вот как бы я не любил старые джопсовские презентации, Google по эффектности презентации глазов явно обошла все, что делала Apple. Перформанс прыжком чуть ли не затмил сам продукт, а ведь он для своего времени был невероятен. Люди только оправились от революции смартфонов, планшетов и облаков, каким выкатывают умные очки, которые надевались на голову и позволяли смотреть твиттер и делать другие вещи. Глаз выглядели как что-то из далекого будущего, и казалось, что через 5 лет у нас уже будут машины летать и кроссовки сами завязываться. Очки привлекли все общественное внимание. И если 10-й и 11-й год называли годом Apple с их айпадами, 13-й год в плане технологий однозначно прозвали годом Google Глаз. И уверен, одной из причин успеха был дизайн. На мой взгляд, это самые красивые умные очки, что выходили когда-либо. Тонкая титановая оправа и аккуратный блок с начинкой сбоку. На голове они смотрятся так стильно, что их хочется носить как простой аксессуар. И сложно не заметить, чем Google вдохновлялись. Очки Стивена Мана выглядят практически так же. Та же металлическая оправа и блок с камерой, и вот как они устроены. Главным элементом является прозрачный экран, на который проектор транслирует изображение. И несмотря на то, что очкам уже практически 10 лет, когда я впервые одел их и увидел картинку, я охренел. Ощущения можно сравнить с проекциями на стеклах автомобилей, только здесь картинку проецируют прямо в глаз. Для управления сбоку есть большой тачпад, им вы можете свайпать так называемые системные карточки. Это могут быть уведомления, посты в твиттере, погода, сообщения и другая информация. Но во главе стола было голосовое управление. Очки просыпаются от фразы «Окей глаз» и дальше можно просить их снять фотографию, приложить маршрут или написать сообщение. То есть упор делали на голосового ассистента, которым вы могли управлять очками. Без интересного не обошлось и в плане передачи звука. Вместо динамика у глазов вибромотор, передающие его так называемым способом костной проводимости. Каждый раз, когда очки издают звук, они приятно чекочут вам голову, а сделано это было для того, чтобы уши оставались свободными и ходить в глазах было безопасно. Еще в комплекте шли стекла, пара обычных и пара солнцезащитных. У меня их нет, да и ходить можно без них. Единственное, если у вас слабое зрение, без диоптрий вы ничего не увидите, поэтому Google собирались выпускать для очков кастомные линзы, но так и не начали. Теперь более общее. Модель, что я вам показываю, это так называемая Explorer Edition. Первая модель очков из 2013-го. Изначально их выпускали только для разработчиков, а стоили они по полторы тысячи долларов. Такую стоимость объясняли тем, что очки собирались вручную мелкими партиями. Но уже к массовому выходу цену планировали снизить до 300-500 баксов. Спустя год очки начали продавать свободно, но из-за прежней цены в полторы штуки покупали их немногие. Выходили также вторая и третья версия с улучшенной начинкой, а последние годы в прессе светилась так называемая Enterprise версия очков. Но это уже нишевый продукт для бизнеса, так что вернемся в 2013-й, когда у глаз все было хорошо. Но сначала о тех, благодаря кому ролик вышел. Ко мне приехал очередной рюкзак XD Design Bobby Sling. Одна лямочная модель с удобными фичами для владельцев планшетов. У нее есть все фирменные черты Bobby. Защищенная от порезов и водоотталкивающая ткань, скрытые молнии, светоотражающие элементы и фурнитура YKK с возможностью использования замка. Классная особенность рюкзака, носить его можно как спереди, так и сзади. И благодаря горизонтальной системе молний открывать прямо на себе. Сбоку у него просторный карман защиты RFID, подходящий для банковских карт. А внутри, несмотря на 4 литра объема, множество различных секций и карманов для всякой мелочи. Основной отдел подходит для планшета до 9,7 дюймов, при этом 11 iPad спокойно влезает. Есть крепление для ключей и фирменная фича Bobby USB разъем. Внутрь можно положить пауэрбанк, подсоединить его, а когда надо зарядить телефон через внешний USB рюкзака. Еще одна фирменная фишка Bobby. Стоит отметить, что Sling сделан из переработанных материалов, но главные рюкзаки Bobby часто подделывают, так что покупать их лучше у официального поставщика в магазине xddesign.ru. На сайте сейчас проходит акция, с промокодом ZMPRO вы получите дополнительную скидку в 25%, которая будет действовать от последней цены на все рюкзаки в течение двух недель. Торопитесь и заказывайте рюкзаки Bobby по ссылке в описании. Короче, в момент выхода глаз и произвели невероятный фурор, такой, что человечество вовсю готовилось к кэри умных очков, однако впечатление резко испортилось из-за маленькой, но неприятной вещи. Встроенной камеры. То, что Google представляли как киллер-фичу, ведь снимать важные моменты от первого лица это круто, вот только при съемке очки никак себя не выдают, на них нет никакой индикации. И вот как вы можете убедиться, что я не снимаю вас прямо сейчас и не солью ваши фотки в интернет? Волна недовольства была настолько большой, что людей в очках перестали пускать в бары и кинотеатры, ведь они могли там пирать из кино или снимать то, что не надо. Поэтому с одной стороны, технология записи от первого лица была невероятно интересной, а с другой, сулила угрозу для личного пространства. Интересно, что первый публичный конфликт с очками возник далеко не с глаз, а с тем самым Стивеном Маном и его айтап. Однажды в Макдоналдсе на него напал агрессивный сотрудник, который пытался снять устройство с его головы, но это было невозможно, потому что очки Мана прикручены к его черепу. Ну, знаете, эти изобретатели. В итоге устройство Стивену сломали, о чем он заявил в прессе, а Макдоналдс перед ним так и не извинился, как бы говоря, что общество к людям-киборгам пока не готово. Второй проблемой было то, о чем предупреждал Google сам Ман. Они транслируют изображение только в один глаз. Этим глазом вы смотрите и фокусируетесь на экран, а другой глаз остается неподвижным. Из-за этого при длительном ношении глазов они могли вызывать косоглазие, то есть использовать их банально небезопасно для здоровья. В итоге два этих фактора поставили крест на массовости проекта. В 2015-м команду глазов распустили, разработку перевели в другой отдел и стали предлагать как решение для бизнеса. Но для широкой аудитории свой самый перспективный проект Google закопали. И жаль, ведь в них было много интересного. Самой полезной фичей были карты. Вы могли указать им точку маршрута, и очки как навигатор показывали вам, куда идти и где повернуть. Представьте, как это удобно при поездках на велике или банально пешком. Еще очки можно было попросить найти что угодно, или перевести фразу на другой язык. Можно листать твиттер, посмотреть погоду или информацию об авиарейсе, и использовать социальную сеть Google+. Для тех, кто не в курсе или помладше, у Google была своя соцсетка, которой просто никто не пользовался. Люди заходили в нее один раз и потом никогда не возвращались. Так вот предполагалось, что с помощью глазов вы сможете постить в нее фотографии, тем самым по задумке вести личный дневник. Но повторюсь, Google+, вообще никто не использовал, поэтому идея провалилась. Сторонних приложений вышло мало, но среди них водились игры, что-то вроде тенниса и классического понга, в которые можно было играть головой. В остальном функционал глазов крайне схож с умными часами. То есть это не более чем вспомогательный гаджет, привязанный к смартфону, каких-то настоящих яр-функций у них не было и быть не могло, ведь технически это Android-смартфон из 2013-го, работающий на 4-й версии операционки. И плюс ко всему, очки закапывала техническая несовершенность. Экран на ярком солнце было не видно, а встроенный проектор нехило грелся, тем самым сажая батарею. По рассказам, очков хватало максимум на день, но если пользоваться ими активно, намного меньше. А если снимать видео, то вообще на 30 минут. Так что казалось бы, у глазов было все. Шикарнейшая презентация, внимание публики, но проект оказался сырым. В итоге имеем девайс с огромной ценой, слабой батареей и вызывающий косоглазие, у которого к тому же не было какой-то киллер-фич, ради которой очки стоило бы покупать. Инвесторы разочаровались в проекте и очень жаль, ведь даже сейчас очки чувствуются как кусок чего-то невероятного. Чей-то безумной футуристичной идеей, которую воплотили в жизнь. Google не убивали глаз, но с 15-го года стали предлагать их только для бизнеса, те самые Enterprise Edition с ужасным дизайном. И перед тем, как закончить, я расскажу, откуда они у меня вообще взялись, и почему видео так мало ими пользуюсь. Глаз и штука крайне редкая, всего было выпущено несколько тысяч пар, и одну из таких мне предложил подписчик на обзор еще два года назад. Мы тогда встретились, и обзор уже готовился, но... Для использования очков их нужно привязать к своему аккаунту, и недели за две до нашей встречи Google отрубили возможность аутентификации глазов. То есть они работают, показывают стартовый экран, но больше с ними сделать ничего нельзя. Спустя два года мы снова собрались, чтобы оживить очки, ведь на них вышла специальная версия прошивки, не требующая входа в аккаунт Google, но нас снова ждал облом. Наш программист Егор неделю их пинал разными компами, но очки прошивку не жрали. Поэтому это работающий красивый девайс, который был полностью убит его создателем. Да, произошла та же самая история, что и с Верту. Очки не работают, поэтому я не могу походить с ними или поснимать на них фото и видео. Но черт возьми, даже листая стартовый экран прямо сейчас, очки так меня впечатлили, что я не могу о них не рассказать. Глаз могли стать магным опусом Google, тем самым девайсом, который мог изменить мир. Но они стали лишь первыми неудачными AR-очками. После глазов их было много. Те же Focus by North, варианты от Xiaomi, Huawei, других компаний, и сейчас умные очки делает каждый подвал. Но все они в той или иной степени лишь копия того, что сделали Google. У них те же функции, а похожая конструкция, только вот дизайн не такой классный. Однако настоящий переворот в этой индустрии может случиться скоро, ведь все крупные компании готовят свои AR-очки. Те же Qualcomm уже показали свой первый AR-процессор, и то, что он может, поражает. И возможно, уже скоро, в 23-м году, мы увидим первые крупные AR-очки. И возможно-таки, они изменят наш мир. Но пионерам в этой индустрии все равно остается Стив Манн и Google со своим прекрасным проектом глаз. А на этом все. Не забывайте, что у нас есть группа ВКонтакте и Телеграм, где выходят всякие посты, новости и другая интересная информация. Спасибо всем за цифров 200 тысяч подписчиков. Всем спасибо и пока. Субтитры создавал DimaTorzok